Привет, лесяне, гости и жители моего сказочного леса. Спасибо вам огромное за поддержку. Я очень тронута. Мне правда очень приятно. И спасибо за ваши слова и молитвы. Я не хочу превращать свой канал в такой канал инвалида. Все у нас будет хорошо. Когда немножко у меня будет психологическое состояние получше, я запишу для вас видео, что и как было сегодня в больнице. А пока-пока. Привет, лесяне. Еще раз привет. Очень рада вас всех видеть. Спасибо, что вы у меня есть. Спасибо, что вы такие крутые. У меня такие новости. Мы были в больнице. Все обещают, что исправимо. Не знаю, уже какой-то дубль. Потому что Барсик вообще не дает просто писать ничего. Он жрет штатив. Я не могу за ним бегать. Я могу только кидаться и кричать. Это ужасно. Но хотя бы это бодрит. Так вот, лечение будет долгим. Лечение будет болезненным. И с такими же побочками, как при химиотерапиях. И мы к этому готовы. Ну, по крайней мере, сейчас, пока это еще не началось. Вот. Но у меня прекрасные родители, прекрасные родственники и друзья. Если что, все на подхвате. И... Рысь. И все будет хорошо. Я почему-то в это верю. Первые результаты мы ждем через полгода. Так получилось, что противоопухолевая терапия повредила все мои суставы. Для меня было ударом ниже пояса узнать, что сильнее всего повреждены руки. Представляете? Руки. Которыми я вышиваю. Муж сразу начал жаловаться доктору, мол, она вышивает. Может быть, это плохо. Но доктор сказал, что, может быть, это спасло руки от боли. Поэтому они не болели. Так что вышивка лечит, оказывается. Представляете? Меня просто спасла вышивка. Доктор одобрил вышивку. Сказал, пускай. Молодец. Все хорошо. Поэтому я буду вышивать. И продолжать дальше. И это очень хорошо. Так. Что я хотела еще сказать? Ну, будем шить, будем жить, получается. Я была в расстроенных чувствах, потому что каждый раз, когда узнаешь какую-то новую деталь о своем организме, все равно это выбивает из колеи. И, ну, пытаешься, конечно, не плакать, пытаешься держаться, но это морально тяжело. И не хочется, конечно, это на вас нагружать и вам это все рассказывать. Но я знаю, что есть люди, которые очень переживают и ждут роликов. Я буду продолжать пытаться снимать. Я буду продолжать работать для вас, вышивать для себя и для вас. Поэтому мы много раз еще увидимся на этом канале. Я улыбаюсь. И мне очень приятно, что вы у меня есть. И что вы такие, какие есть. А, еще одна новость. У меня появилась новая трость. Практически как там было у Гарри Поттера. Нимбус 2000, кажется. Могу ошибаться в названии. Но она вообще просто. Она в три раза дороже, чем обычная трость. Но она со всякими вспомогательными штуками. И, кстати, я не думала, что Калуга настолько нетолерантна к людям с тростью. И вчера прям удивило меня отношение. То есть я зашла в магазин и слышу сзади себя крик. Оно отошло оттуда. И у меня прям все похолодело. Ну, они, не знаю, может быть, периферийным зрением подумали, что это какая-нибудь бомжиха там зашла или что. Что вообще? Как так? Муж сразу в стойку встал. Что это? Как это вообще? Ну, ничего. Это недоразумение. Потом мы шли по улице. И шли детишки с шариками, такие счастливые. Родительницы их увидели, меня с тростью. И закричали, типа, тише, 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 не улыбаемся, проходим. Что это? Как это вообще? Я, наоборот, улыбалась. У них счастье. У них там вчера что-то у нас было. Парад колясок, кажется. Вот. Странно было. Странные такие ощущения. Но ходить, кстати, стало гораздо легче. Вот с этой тростью она прям помогает. Но ее подобрали в специальном салоне. И вот, как я говорю, она стоила в три раза дороже, чем на обычном сайте, в обычном магазине ортопедии. Так что вот, такие новости. По поводу вышивки я неправильно оформила лису. Буду ее переоформлять. Сама сделала, сама сделала, сама накосячила, сама исправлю. И сегодня или завтра выйдет еще один ролик по поводу быстрой распаковки подарков новых моих. Так что, не переключайтесь. Мы всегда рядом будем. Я всегда на связи. Пишите в комментариях. Я всем все отвечу. И еще раз огромное, огромное человеческое спасибо. Спасибо за тот позитив, который вы дарите. И я буду очень стараться. Вот правда, сейчас единственное, что держит меня на плаву, это мой канал. И это вы. Потому что, ну потому что, самое страшное, наверное, из побочек, это будут, не могу сформулировать, сформулировать, ну суицидальные мысли, короче. Это вот такое угнетенное состояние. Поэтому вот муж на связи, постоянно на телефоне, начальство в курсе, если что, он прилетит. Но я просто не люблю таких мыслей. Они меня пугают. И никто, наверное, не любит таких мыслей, если он не маньяк какой-нибудь. Я люблю жизнь. И иногда, конечно, приходят такие мысли, что еще один раунд, а кому, а зачем, а все равно это больно. Но это все, это все просто из головы выдох. И мысли путаются, мысли путаются. Потому что, ну потому что страшно, блин. Всем нормальным людям страшно, и мне страшно. Просто не хочется плакать. Надоело, надоело ныть все. Все плохо. У меня все живы. Я жива. Родители молоды, красивы, прекрасны. Сестра моя, просто чудесный человек. Ее муж, мой муж любимый, который ухаживает за мной, одевает меня каждое утро и раздевает каждый вечер. Все уже хорошо. Может быть, нужно, правда, больше быть благодарными Всевышнему и не ныть, что все плохо, когда все хорошо, правда. Тогда и все, все и так хорошо. Спасибо вам огромное. Что-то я вообще тут опять затянула и затянула. Спасибо, лесяне. Всем пока. С вами была Леся и сказочного леса. Мальчик, ты мой сладкий мальчик. Ты, Махер, отдай-ка. Я тоже тебе рада, мой малыш. Ты, малыш, ты, малыш, лапонька моя. Ты моя лапонька ласковая. Медвежонок, Медвежонок, ты мой маленький. У. Кто У? Кто У? Взрослый такой, господи, какой ты хороший. Ты, малыш, ты узнал. Ты всех люс. Привет, конечно. Ой, Сила. Всем рад. Ты рад? А кто меня разбудил? Кто меня в 4.50 разбудил, гад? Игорь, crackers и вес. Игорь. Продолжение следует...